Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Неделю назад мы начали беседу о сектах, сектанстве, как о феномене. И сегодня мы продолжаем этот разговор в нашей студии с экспертом, социальным психологом Михаилом Валерьевичем Вершининым. Здравствуйте, Михаил Вершинич. Здравствуйте. В прошлый раз мы коснулись общих вопросов. В общем-то, я даже думаю, что большинство из телезрителей по разным передачам, пусть говорят Андрея Малахова и так далее, они уже и в принципе эта тема достаточно часто муссируется. Они знакомы с действием сект, они знакомы с определенного рода манипуляциями и так далее. И в общем-то мы действительно в прошлую передачу посвятили самым общим вопросам. Мы дали определение, что такое секта, чем она отличается от традиционных религий. Сегодняшнюю передачу мне бы хотелось посвятить вот как раз тому злободневному вопросу, о котором мы говорили в прошлой передаче. Это то, что несмотря на всю информированность, несмотря на то, что по телевизору об этом говорят, по радио об этом говорят, периодически мы видим, как некоторые люди ходят с непонятными брошюрами по улицам или в белых непонятных рубашечках с непонятными черными бейджами. И мы проходим и говорим, нет, вот к ним-то я точно не попаду. Но вот приходит с какой-то другой стороны, где-то с тылу заходит человек, подкупающий тебя каким-то совершенно иным образом. И этот человек, который вчера кичился своей образованностью, своей защищенностью со всех сторон, сам не замечает того, как начинает либо отдавать деньги, либо отдавать время, либо отдавать силы на то, что откровенно ему вредит, откровенно его изнашивает, выжимает. И потом, в общем-то, мы встречаемся с этим человеком, ну, либо в психиатрической больнице, либо просто с человеком неадекватно мыслящим, неадекватно ведущим себя. Давайте поговорим о психологии сознания. Вот есть ли вообще понятие сознания сектанта? Ну, я хочу начать с момента, когда это начали изучать. То есть большое, как бы, отлетление, толчок исследованию этих процессов, да, Нюнбергские процессы после Второй мировой войны. Когда выяснили, что люди с известными мировыми именами, врачи, участвовали в опытах над людьми в нацистских лагерях, стал вопрос, что с ними такое произошло. Понятно, что там, ну, там, 20-летний, там, или кто вырос при нацистском правительстве. Им было легче манипулировать всё. А это были состоявшиеся люди со своей врачебной практикой, с научными степенями. Что их подтолкнуло, там, к опытам над людьми, к убийству сотен людей ежедневно ради опытов. И это дало толчок исследованию этого феномена. Потом были, как бы, китайская революция, когда коммунистическая партия Китая пришла к власти. И огромное количество католических священников, миссионеров, врачей оказались на территории коммунистического государства. И в течение нескольких лет они были в трудовых лагерях. А потом их потихоньку стали возвращать через Гонконг обратно на родину. И люди без видимых следов пыток, без всего, приходили стопроцентными коммунистами, верующих в световое будущее и всё остальное. И это дало тоже большой толчок исследованиям, потому что проводились с ними собеседования, смотрели. Вьетнамская война в Вьетнаме. Там так называемые лагеря, которые находились под управлением китайцев. Американские военные, выросшие в капиталистической среде, из богатых, обеспеченных семей, некоторые из них, становились социалистами, коммунистами. Даже потом появились такие художественные произведения, как «Манжурийский кандидат» в кино, что люди. И подобные события формировали в социальной психологии ряд исследований, связанных, что же должно произойти с человеком, что он резко меняет свою систему ценностей. Особенно этот вопрос стал актуальным после массовых самоубийств на территории Бразилии, где почти тысяча человек выпила ядов по команде. Потом секта этого ветви Давидова в начале 90-х. И фактически мы пришли к тому, изучая эти процессы, что когда вы смотрите человека, который попал в культ через какой-то время, ему кажется, что его заменили, что это совершенно другой человек. Это не тот человек. И все говорят, ба, он был нормальный, а сейчас другой, совершенно другой. Вот просто. Некоторые начинают проводить аналогии, как стертая программа, записанная новая, но психика человека, она другая. Здесь фактически мы воспитаны природой так, что в определенных психологических ситуациях мы хотим выжить. И когда мы хотим выжить, у нас формируется психологический рывок сделать что-то необходимое для выживания в психологически неуносимых условиях. В культах формируют обстоятельства так, что вы начинаете меняться, и вот этот рывок, так называемый, он формирует у вас новую личность, новое я. У вас появляется докультовая личность и новое я. Но это не как шизофрения, когда у вас в голове здесь нет расщепленного сознания. Но в культе очень важно сделать этот процесс постоянным, и чтобы новая личность постоянно развивалась. А как закрепить новую личность? Новое имя, новая модель поведения, отрицание всего от прошлого, все, что было в прошлое, греховное. И вы начинаете терять память, вы забываете, что было до попадания в культ, вы начинаете обесценивать все, что с вами происходило. Ну как обесценивать? Это же нельзя просто так по щечку забыть. Вы начинаете публично в группе рассказывать, какие у вас плохие родители, например, были, как они вас не любили, что-то еще. И через какое-то время вы начинаете верить в то, что вы говорите. И вот это новое культовое я, оно у вас становится постоянным через какое-то время. И по состоянию как бы своему возрасту вы становитесь как ребенок. То есть и вот эта психологическая личность, она позволяет вами манипулировать и управлять. А вот мы как-то с вами беседовали, это даже до передачи было, как-то вы проронили интересную фразу про культ доброго отца, что иногда лидеры тех или иных культов выступают в роли такого доброго отца по отношению к своим вот... Да, ну это часто и ловко, то есть они начинают использовать слова «чада мое», «сын мой», специально формируют с помощью детских песен, там, хождение за руку. Потом во многих культах у вас существует инструкция на все ваши действия. Начиная как правильно ходить в туалет, там, кончая как ходить за продуктами, ну, утрированно. Или куда ходить. Или куда ходить. И ведь это же играет роль не только вас ограничить, это формирует у вас модель поведения родителю-ребенок. Когда вы доверяете лидеру культа или наставнику принятия любых сложных решений. А почему люди говорят «мне в культе хорошо»? Потому что они делегируют вот это тяжелое обязательство каждый день принимать решения и нести ответственность за свои поступки культовому лидеру. Я вот тут хотел бы такую небольшую паузу взять и для наших как раз телезрителей пояснить. Особенно для телезрителей, которые, скажем так, считают себя православными. Те, кто ходят в храм и так далее. Вот сейчас вот очень важное отличие, потому что часто задают вопрос по поводу духовного отца, духовника в церкви. И вот чтобы вам было понятно, что вот если вы ищете, собственно говоря, духовника, который будет за вас принимать все решения, будет повелевать вами, будет командовать вами, что вам делать, за кого замуж выходить, за кого не выходить, в какой университет поступать или не поступать, вот это самое сектантское сознание в вас и работает. Духовник по-настоящему, например, в том же православии, это человек, который советует, но который не приказывает, не командует, который молится вместе с вами, но не руководит вами, не манипулирует и не говорит вам, что делать. Вот очень важно здесь вот разграничивать мухи отдельно, котлеты отдельно. И когда вы ищете духовника, ищите не как это, среды, в которой ваше сектанство распустится пышным цветом, да, а ищите прежде всего именно человека, который вам даст добрый совет. Ну я, в общем-то, да. Да, вы совершенно правильно сказали. И часто в культах не обязательно используют директивный метод указания. То есть там используется метод кнута и пряника в группе. То есть вы задаете какой-то неправильный вопрос, группа резко перестает к вам позитивно относиться, на вас смотрят как на инвалида какого-то. И вы сразу чувствуете это ощущение. Вам никто ничего не сказал, но все сказали, ты меня расстроил, ты сделал мне больно или что-то еще. И вот так два-три раза с вами делают, и вы просто понимаете, что задавать неправильные вопросы неправильно. Вот, что вы за это будете условно казаться. Хотя вам никто ничего не запрещает. И вот таких уловок очень много. А правильно выступаешь, отвечаешь, тебя публично как бы хлопают. То есть как ни крути, играют на этом инстинкте того, что человек социальное существо, и что быть изгоем это очень страшно. Да, и лидер вам формально говорит, он вам ничего не запрещает, он наоборот говорит, давайте будем открытыми, кто хочет, может высказаться там и так далее. Но вы либо в некоторых культах вы видели, как кто-то высказался, и его условно публично сожгли, то есть очень сильно растоптали в грязь, там просто унизили, и человек там плакал, и ему было больно. И вы, конечно, не хотите повторить его путь. Вот, например, как мы говорили в прошлой передаче «Психокульт Вайспринг», у меня были случаи, когда взрослые люди на их мероприятиях падали в позу эмбриона и сосали большой палец, то есть ломают так сильно психологически людей, что они возвращаются в стрессе к этой ситуации. А потом им объясняют, что развитие может быть только через боль, что нормального гармоничного развития ты должен себя обязательно сломать, а по-другому никак. Эти вещи должны отталкиваться. Потому что нахождение в некоторых культах, вот психокульты, как мы говорили, там за 2-3 дня вам могут нанести, ну, условные я эти вещи говорю, вред, который в псевдорелигиозном или псевдохристианском культе вы за год-полтора получаете, а здесь вы можете за неделю-две получить такой концентрированный психологический вред для человека. А чем это грозит? То есть вот конкретно в чем этот вред будет выражаться? У вас будут формироваться неврозы, фобии, у вас будут меняться отношения с близкими. То есть во многих культах формируется как бы элитарность. Мы и они. То есть мы спасемся, мы обладаем каким-то элитным зданием, а все остальные либо не спасутся, либо серы быдла. Для многих христианских западных культов, псевдохристианских, мы являемся страной язычников. То есть они считают, что наша традиционная религия христианская это легкий такой. У нас на одном уровне с иконой Христа стоит тотем медведя. Ну да, там Перу. Особенно это смешно, когда там эти культы некоторые из США, там страна, которые... Театр оперы, нашему большому театру больше лет, чем... Это культуре этой страны. Культуре страны. Это не значит, что она там хуже или лучше, просто такие вещи, конечно, заставляют улыбнуться. И вы перестаете общаться. У вас во многих культах вопрос ставится ребром, либо вас члены семьи поддержат, либо вам нужна другая семья. Но делается это как? Они говорят, что они плохие. Они говорят, у тебя всегда в жизни есть люди, которые тебе мешали звать. Все твои неуспехи, которые были до попадания в культ, они связаны с тем, что у тебя был какой-то злопыхатель или злопыхатели, которые пили из тебя, в зависимости от культа, энергетику, духовную сущность, или плохо про тебя думали, мешали тебе. И тут родственники начинают бороться за... Ты попал в секту, что ты делаешь? И у культиста точно мне говорили о них. И он, наоборот, только сильнее уходит в культ и вообще отказывается от своей семьи. Именно поэтому, когда человек попадает в культ, директивная критика культа, она не работает. То же самое, как не работает, когда вы на улице начинаете переубеждать этих всяких старейшин там с табличками. Большая часть этих людей, они как бы... Как-то рядовые культисты, они верят в то, что они вам говорят. Они считают, что вас спасут от конца света, которые там... У свидетелей Еговых, кажется, уже 9 было этих концов света. То есть у них там все чаще и чаще они происходят. Вот. И когда вы с ними спорите, вы тратите время. Либо просто человек больше убеждает. С людьми, попавшими в культ, вот прямая критика, она, к сожалению, не работает. Вот хорошо, что мы в этой ситуации тогда так переходим логически к вопросу. Вы же еще, кроме всего прочего, занимаетесь реабилитацией, да, людей, попавших в деструктивные культы. Вот, ну, понятное дело, что если вдруг такая беда коснулась вас, или вас лично, или ваших родных и близких, вот есть, да, специалисты, по крайней мере, в Самаре, мы до передачи общались, что этих специалистов по России там по пальцам пересчитать. В Самаре повезло, есть специалисты, социальные психологи, которые реабилитируют. И, понятное дело, если случилась беда, лучше обращаться к ним. Но вот, как это называется, первая медицинская помощь, да, вот до того, как приехала скорая. Что нужно делать семье? То есть, вот мы сказали, деструктивная критика невозможна, неприемлема, потому что она... Директивная. Ой, прошу прощения, директивная, да, оговорился. Директивная критика невозможна, она больше только закаляет и... Отталкивает. Да, и отталкивает. Что тогда делать родственникам, родителям, друзьям? Очень часто эти люди, с которыми я начинаю работать, другое дело, что вот психологи, которые, как я, занимаются культами, мы не сколько реабилитацией занимаемся, мы помогаем человеку принять решение о временном прекращении нахождения в культ. А дальше его передаем психологу, потому что реабилитация – это самое сложное, это учить человека по-новому принимать решения, не бояться принимать этих решений, там, это отдельное направление работы. Мы доводим до ситуации, когда человек говорит, я понял, я услышал критическую информацию, я временно прекращаю, или вообще прекращаю ходить в этот культ. Вот этим и занимаюсь. Очень важно, когда вы начинаете, ну, классика, все начинают, мы тебя не любим, ты плохой, ты попал в секту, там, нас обижаешь, то есть это отталкивает. Там, ну, не пристёгивает, конечно, к батарее, но начинает ругаться, скандалы, всё отталкивает. Задача, самая первая, это не дать ухудшаться вашим отношениям. Культ даёт альтернативу человеку в позитивных отношениях. Если он их не будет получать в семье, то он их будет получать в культе. Чем больше вы на него давите, тем дальше он уходит туда. И поэтому важное правило – заморозить конфликт, не дать ему развиваться, ухудшиться. То есть есть ситуация, на которую вы можете повлиять, есть, на которую не можете. Но если вы начинаете вмешиваться, ругаться, чтобы спорить с человеком, который попал в культ, нужно изучить информацию о культе, понять, какие там они используют идеологические тезисы. Потому что вы начинаете спорить, он бежит к наставнику, наставник ему объясняет, что сказать. А часто люди не подготовлены к религиозным спорам. Естественно, они их проигрывают. И заморозить конфликт, использовать позитив. Ну, я часто рекомендую ещё убрать документы вне квартиры, потому что мы все обладаем какой-то частью собственности, и по закону мы можем ей жертвовать, продавать, как хотим. Без документов это сложнее сделать. Другое дело, что, ну, это большой миф, что все культы нацелены на обладание квартир, имущества. Они постепенно. Сначала вы деньги отдаёте, то есть там... Хотя есть культы, которые даже имеют свои агентства недвижимости для перепродажи таких квартир и работают. Ну, это больше как исключение. Очень важно, когда вы ищете человека, который поможет, чтобы он тоже готовился. Многие считают как? Я помогу своим знакомым разобраться с Васей. Вася попал в сектор. Человек приходит, бросает 3-4 тезиса. У него не получается, он махнул рукой и уходит. А общение с человеком, который находится в культе, важно понять, почему он туда попал. Что ему культ предложил, что он такого не получает в реальной жизни. Некоторые ситуации, когда люди уходят в культ, вызваны плохой ситуацией в семье. Они убегают от каких-то проблем в семье, в работе, в культ, который им даёт спокойствие, радость, и как барашка их ведёт на бойню. И важно понять, готов ли ты, как родственник, выделять время. Готов ли ты прочитать 5-6-7 книг, не религиозных, там, по психологии, чтобы понять, в чём проблема. У многих как? Его зазомбировали, его подменили, ему подсыпывают наркотики в еду. Что сделать, чтобы всё вернулось, как было до того, как он попал в культ? А так не будет. Человек уже попал в культ, он уже столкнулся с проблемой. Ситуацию обратно не вернёшь. Нужно показать ему, что его любят, что его примут любым. Что даже, хорошо, ты будешь ходить в культ, но даже с тебя культ выкинет на улицу, мы тебя всё равно примем. Многие остаются в культах, потому что считают, что они сожгли мосты, поссорились с родственниками, и их не примут. Когда они знают, что их всё равно ждут вне ситуации, это даёт им больше ресурсов для ухода из культа. И тут есть такая самая страшная аксиома, с которой я столкнулся, и коллеги мои, когда мы изучали культ, и другие исследователи. Чем меньше человек находится в культе, тем меньше он получает вреда, но тем тяжелее его убедить, вывести. Чем дольше он находится в культе, тем больше он получает вреда, но тем легче его вывести. Потому что когда вы начинаете человеку, попавшему в культ, рассказывать об ужасах, и страхах, которые есть в культе, он ещё с ними не столкнулся. Для сбора вот этих всех ошибок, насилия психологического, ему нужно двигаться в иерархии, дольше там находиться. И он говорит, вы врёте, этого ничего нет. И он по-своему прав, потому что он ещё не получил эти переломы, синяки. А когда человек долго находится в культе, конечно, с ним легче говорить, потому что он, может быть, не признаёт этого, но он с этим сталкивался. Очень важно здесь находить так называемых экскультистов, люди, которые были в этом культе, и его покинули. Потому что им легче делиться этой информацией о культе. Он больше им верит, считает, что они менее предвзятые. Именно поэтому во многих культах табу на работу с психологами, и кто покинул культ. Они либо представители инопланетян, дьявола, ещё чего-то, с ними нельзя общаться. А правда, что в некоторых культах даже работает физическое устранение тех, кто покинул секту? Или это тоже в районе мифа? Ну, как сказать, есть культы, которые работают, например, с тюрьмами, с рецидивистами. И так назовём это в кавычках ресоциализации людей. Естественно, культовый лидер может иносказательно подтолкнуть к применению физической силы. Но это не носит системного характера или зашитого дела. Хотя, например, есть крупные культы бизнес-корпорации, которые... Я на некоторых научных конференциях был, там выступали юристы из Ушанзлеса, они рассказывали, что, например, культ циентологии устранял, по их мнению, некоторых следователей, которые вели против них дела. То есть... Но вообще это больше миф. Потому что, ну, вы не можете быть настолько опасным для культа, что... То есть, ну, одного человека... То есть, человека настолько тяжело вывести из культа, что вы не можете им нанести большой вред. Они боятся, когда родственники начинают обмениваться информацией, они боятся информации в интернете, они боятся информации на телевидении. Но, с другой стороны, у нас есть закон, как говорили, о защите правоверующих, да, который очень ограничивает критику религиозных организаций. Но существует параллельная проблема, что многие культы имеют регистрацию как религиозные организации в различных областях. И если я, например, назову несколько культов там в Самаре, кто зарегистрированный, там, и начну рассказывать какие-то ужасы про них, там, или справедливых, там, критиковать, но называя все свои имена, они имеют право подать на меня в суд. То есть, потому что я, как бы, наношу вред их... Еще совет с теми, с первой помощью, это... Будьте готовы что-то поменять в себе. То есть, нельзя подходить к человеку, что он дурак, он неправ. То есть, важно понять, что, возможно, вы в чем-то неправы. Вы должны дать ему шанс, как бы, коммуникация должна быть. Спасибо, Михаил Валерьевич. И сегодня у нас получился очень насыщенный, важный диалог. Прощаюсь сегодня с вами, дорогие друзья. Я бы хотел сакцентировать внимание на том, о чем сегодня было сказано, что, в первую очередь, озадачиться нужно даже не столько своей какой-то образованностью, благополучием и интеллектуальностью, сколько тем климатом, который создается в семье. Потому что часто именно из не совсем благополучного климата люди бегут в секты. Не получив чего-то от нас с вами, доброго, хорошего, замечательного, они это начинают искать на стороне. Только там ими начинают активно пользоваться. Храни вас всех, Господь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова